Если ваш путь лежит через девятый троллейбусный маршрут, а это от остановки Химволокно до Белтопаза, то вы наверняка замечали необычно оформленный общественный транспорт. Именно по этому маршруту следует тематический троллейбус, в котором внутри разместилась целая история Гродненского троллейбусного управления. В салоне троллейбуса, в котором вы совершаете поездку, размещена информация об истории развития нашего предприятия, о людях, работавших на нем в этот период. Мы стараемся работать для вас. Мы в рамках подготовки к этому нашему юбилею, к этому 5 ноября, определили несколько таких моментов, мероприятия такие разработали. Одно из этих мероприятий – это информирование нашего населения. У нас был уже такой опыт в городе Хоя, там ретро-троллейбус, который говорит об истории нашего города. Этот троллейбус говорит о истории нашего предприятия, конкретно о истории развития троллейбусного движения в городе Гродно. За время поездки пассажиры тематического троллейбуса смогут окунуться на 40 лет назад в прошлое, ведь именно тогда на дороге нашего города вышел первый троллейбус. К слову, данного вида транспорта в Гродно могло и не быть, так как троллейбусы в советское время полагались городам с числом жителей более 250 тысяч человек, а в 74-м в нашем городе проживало только 160 тысяч. Сегодня в троллейбусном управлении трудятся 750 человек, которые ежедневно перевозят около 160 тысяч пассажиров. Жители нашего города могут здесь ознакомиться и о истории создания в целом троллейбуса, кто, так сказать, придумал этот электротранспорт, придумал это Сименс, есть статья об этом, есть знаковые для нашего предприятия решения, какие-то статьи в прессе. В нашем городе это не единственный необычный общественный транспорт на электротяге. На дорогах к Гродно можно увидеть троллейбус Тир, покататься на ретро-транспорте, а также заказать праздничный веселый троллейбус. Диана Шитик, Анатолий Бояренцев, Новости Гродно+.